В России отмечают день Андреевского флага. Его появлением военные моряки обязаны Петру Первому, который лично нарисовал в общей сложности 10 набросков стяга. Последний вариант мы сегодня как раз можем видеть на каждом российском боевом корабле. Никаких особых торжественных мероприятий в честь сегодняшней даты не предусмотрено, но на флоте ее помнят. Что значит для военного моряка Андреевский флаг, узнал Макар Уденчик. Во Владивостоке ровно 8 утра. Еще темно, как ночью, но команды всех судов Тихоокеанского флота уже построились на палубах. Одновременно в разных частях города военно-морские флаги поднимаются на дизельной подводной лодке Краснокаменск, на подводной лодке музея С-56 и на всех без исключения кораблях, включая буксиры, суда обеспечения и даже небольшие катера. Особенно торжественная эта церемония выглядит на гвардейском ракетном крейсере «Варяг» флагмане Тихоокеанского флота. Время вышло. Гвардейский флаг поднять. За хранение и подъем флагов на любом судне каждый день отвечают одни и те же люди – команда сигнальщиков. На «Варяге» это шесть молодых моряков. Они работают на палубе при любой погоде. Спущенный или сорванный флаг на корабле – это чрезвычайная ситуация, которую тут же нужно исправить. Да, бывало, что срывало ветром флаги. В море, когда были, останавливался корабль, залазили на мачту наверх, спускали флаги. Со страховкой совсем. Нынешний флагман Тихоокеанского флота назван в честь знаменитого крейсера «Варяг», экипаж которого не сдался японцам в 1904 году и затопил судно. Корабль ушел под воду, так и не спустив Андреевский флаг. На борту «Варяга» современного хранится одно из уцелевших полотнищ с его легендарного предшественника. Когда военнослужащие только приходят, мы сразу их ознакомливаем с историей, историческими подвигами предшественников, что даже матросы, как себя ввели в боевых действиях, не падали духом. И данный момент поддерживает военнослужащих. После революции, придуманный еще Петром Великим, Андреевский флаг уступил место советской символике. Но в 1992 году он вернулся на корабли, а вместе с ним и старинный гюйз. С двумя главными флагами на флоте обращаются строго следуя вековым традициям. Когда корабль стоит у причала или бросил якорь на рейде, на его носу, как говорят моряки, на баке поднимают так называемый гюйз. Сходством с британским флагом он обязан своему создателю Петру I, который незадолго до учреждения военно-морской символики побывал в Англии. А в это время на корме развивается Андреевский флаг. Когда же корабль на ходу, его снимают с этого флагштока и водружают на мачке. В наши дни Андреевский флаг трепещет на ветру всех океанов мира. Сегодня его поднимут по походному на мачках большого противолодочного корабля «Адмирал Трибут» с танкера «Петчинга» и буксира «МБ-37». Очередной, уже седьмой по счету, отряд Тихоокеанского флота отходит из Владивостока в Адонский залив для защиты торговых судов от сомалийских пиратов. Алексей Кручинин, Ян Савицкий, Сергей Торопов. Первый канал. Владивосток.